Продолжение следует... Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем чтение записок Екатерины Второй. Прозвучит вторая передача. В сентябре 1752 года императрица определила камер-юнкером к нашему двору Льва Нарышкина. Он только что вернулся с матерью, братом, женой этого последнего и с тремя своими сестрами из Москвы. Это была одна из самых странных личностей, каких я когда-либо знала. И никто не заставлял меня так смеяться, как он. Это был врожденный Орликин. И если бы он не был знатного рода, какому он принадлежал, то он мог бы иметь кусок хлеба и много зарабатывать своим действительно комическим талантом. Он был очень неглуп, обо всем наслышан, и все укладывалось в его голове оригинальным образом. После Пасхи мы перешли в Летний дворец. При нашем дворе было двое камергеров Салтыковых, сыновей генерала-адъютанта Василия Федоровича Салтыкова, жена которого Марья Алексеевна, рожденная княжна Голицына, мать этих двух молодых людей, была в большой чести у императрицы за отличные услуги, оказанные ей при вступлении на ее престол, когда она проявила редкую верность и преданность. Младший из ее сыновей Сергей недавно женился на одной из фрейлин императрицы, Матрёне Павловне Балк. Старшего его брата звали Петру. Это был дурак в полном смысле слова. У него была самая глупая физиономия, какую я только видела в моей жизни. Большие неподвижные глаза, вздернутый нос и всегда полуоткрытый рот. При этом он был сплетник первого сорта. Впрочем, семья Салтыковых была одна из самых древних и знатных в империи. Она даже была в свойстве с императорским домом через мать императрицы Анны, которая была Салтыковой. Я уже несколько времени замечала, что камергер Сергей Салтыков бывал чаще обыкновенного при дворе. Он всегда приходил со Львом Нарышкиным, который всех забавлял своей оригинальностью. Я уже привела некоторые черты ее. Во время одного из концертов Сергей Салтыков дал мне понять, какая была причина его частых посещений. Я приняла все меры, чтобы заставить его переменить эти мысли. Я простодушно думала, что мне удастся это. Мне было жаль его. К несчастью, я продолжала его слушать. Он был прекрасен, как день. И, конечно, никто не мог с ним сравняться ни при Большом дворе, ни тем более при нашем. У него не было недостатка ни в уме, ни в том складе познаний, манеры приемов, какой дают большой свет, и особенно двор. Ему было 26 лет. Вообще, и по рождению, и по многим другим качествам это был кавалер выдающийся. Свои недостатки он умел скрывать. Самыми большими из них были склонность к интриге и отсутствие строгих правил. Но они тогда еще не развернулись на моих глазах. Я не подавалась всю весну и часть лета. Я видела его почти каждый день. Я не меняла вовсе своего обращения с ним. Была такая же, как всегда и со всеми. Я видела его только в присутствии двора или некоторой его части. Как-то раз я ему сказала, чтобы отделаться, что он не туда обращается, и прибавила «Почему вы знаете? Может быть, мое сердце занято в другом месте?» Эти слова не отбили у него охота наоборот. Я заметила, что преследования его стали еще жарче. При всем этом о милом супруге речи не было, ибо это было дело известное и знакомое, что он нелюбезен даже с тем, в кого влюблен. А влюблен он был постоянно. И ухаживал, так сказать, за всеми женщинами. Только та, которая носила имя его жена, была исключена из круга его внимания. Между тем, Чоклаков пригласил нас на охоту на свой остров, и мы все туда отправились в лодках. Наши лошади были высланы вперед. Тотчас по приезде я села на лошадь, и мы поскакали за собаками. Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему. Я слушала его терпеливее обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана, как покрыть глубокой тайной, говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться на то, что я, по крайней мере, к нему неравнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. Наконец он стал делать сравнение между другими придворными и собой и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. Часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему неравнодушна. Я ответила, да-да, но только убирайтесь. А он, я это запомню, и пришпорил лошадь. Я крикнула ему вслед, нет-нет! А он повторил, да-да. Так мы расстались. Вернувшись в дом, находившись на острове, мы там поужинали. Во время ужина поднялся сильный ветер с моря, который вздымал волны так сильно, что они поднялись до ступени лестницы. И весь остров был покрыт водой на несколько футов над уровнем моря. Мы были принуждены оставаться на острове у Чоглаковых, пока не утихнет буря и не спадет волна, что продолжалось часов до двух или до трех утра. В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною. И наговорил еще множество подобных вещей. Он уже считал себя очень счастливым, а я не совсем была счастлива. Тысячи опасений смущали мой ум, и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собой. И я думала, что могу управлять его головой и своей и направлять их. А тут поняла, что и то, и другое очень трудно, и если не невозможно. Два дня спустя Сергей Салтыков сказал мне, что один из камерлакеев великого князя, француз родом, передал ему, что его императорское высочество сказал в своей комнате, Сергей Салтыков и моя жена обманывают Чоглакова, уверяют его, в чем хотят, а потом смеются над ним. Надо правду сказать, что от счастья оно так и было, и великий князь это заметил. Я ему посоветовала в ответ, чтобы впредь он был более осмотрителен. Когда мы однажды приехали в Петергоф на Куртак, императрица сказала Чоглаковой, что моя манера ездить верхом мешает мне иметь детей и что мой костюм совсем неприличен, что когда она сама ездила верхом в мужском костюме, то как только сходила с лошади, тотчас же меняла платье. Чоглакова ей ответила, что для того, чтобы иметь детей, тут нет вины, что дети не могут явиться без причины, и что хотя их императорское высочество живут в браке с 1745 года, между тем причины не было. После недолгого пребывания в летнем дворце мы перешли в зимний. Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мной ухаживать, что он становится невнимательным, подчас фатоватым, надменным и рассеянным. Меня это сердило. Я говорила ему об этом. Он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Между тем Чоглакова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала, «Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно». Я, понятно, все обратилась вслух. Она с обычной своей манерой начала длинные разглагольствования о привязанности своей к мужу, о своем благоразумии, о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения и отягощения у супруга или супруги. И затем свернула на заявление, что бывает иногда положение высшего порядка, которое вынуждает делать исключение с правила. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит, несколько изумленная и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит или она говорила искренне. Пока я внутренне так размышляла, она мне сказала, «Вы увидите, как я люблю свое Отечество и насколько я искрена. Я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтение. Предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний». На это я воскликнула, «Нет-нет, отнюдь нет». Тогда она мне сказала, «Ну, если это не он, так другой, наверное». На это я не возразила ни слова. И она продолжала, «Вы увидите, что помехой вам буду не я». И я притворилась наивной настолько, что она меня много раз бронила за это, как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи. Ни один год не изобиловал так пожарами, как 1753 и 1754 год. Мне случалось неоднократно видеть из окон этих покоев летнего дворца два, три, четыре и даже до пяти пожаров одновременно в различных местах Москвы. Во время Масляной императрица приказала, чтобы в этих новых покоях бывали разные балы и маскерады. В феврале месяце у меня появились признаки беременности. Весной все занялись отъездом в Петербург. «Было установлено, что мы проведем 29 дней в дороге, то есть мы будем проезжать ежедневно только по одной почтовой станции». Я умирала от страху, как бы Сергея Салтыкова и Льва Нарышкина не оставили в Москве. Но не знаю, как это случилось, что соблаговолили записать их в нашу свиту. Наконец, мы отправились 10 или 11 мая из Московского дворца. После 29 дней столь скучной езды мы приехали в Петербург, в Летний дворец. Для меня было почти смертельным ударом, когда я узнала, что к моим родам готовили покои, примыкавшие к апартаментам императрицы и составлявшие часть этих последних. Александр Шувалов повел меня смотреть их. Я увидела две комнаты такие же, как и все в Летнем дворце, скучные, с единственным выходом, плохо отделанная малиновой камкой, почти без мебели и без всяких удобств. Я увидела, что буду здесь в уединении без какого бы то ни было общества и глубоко несчастна. Во вторник вечером я легла, и проснулась ночью с болями. Я разбудила Владиславову, которая послала за акушеркой, утверждавшей, что я скоро разрешусь. Послали разбудить великого князя, спавшего у себя в комнате, и графа Александра Шувалова. Этот послал к императрице, не замедлившей прийти около полудня следующего дня. 20 сентября я разрешилась сыном. Как только его спеленали, императрица ввела своего духовника, который дал ребенку имя Павла, после чего тотчас же императрица велела акушерке взять ребенка и следовать за ней. И я оставалась на родильной постели, а постель эта помещалась против двери, сквозь которую я видела свет. Сзади меня было два больших окна, которые плохо затворялись, а направо и налево от этой постели две двери, из которых одна выходила в мою уборную, а другая в комнату Владиславовой. Как только удалилась императрица, великий князь тоже пошел к себе, а также и Шуваловы, муж и жена. И я никого не видела ровно до трех часов. Обо мне и не думали. Это забвение или пренебрежение, по меньшей мере, не были лестны для меня. Я в это время умирала от усталости и жажды. Наконец меня положили в мою постель, и я ни души больше не видела во весь день, и даже не посылали осведомиться обо мне. Его императорское высочество со своей стороны только и делало, что пил с теми, кого находил, а императрица занималась ребенком. В городе и в империи радость по случаю этого события была велика. Со следующего дня я начала чувствовать невыносимую ревматическую боль. Эта боль мешала мне спать, и при том я схватила сильную лихорадку. На шестой день были Кристины, моего сына. Он уже чуть не умер от молочницы. Я могла узнавать о нем только украдкой, потому что спрашивать об его здоровье значило бы сомневаться в заботе, которую имела о нем императрица, и это могло бы быть принято очень дурно. Она и без того взяла его в свою комнату, и как только он кричал, она сама к нему подбегала, и заботами его буквально душили. Его держали в чрезвычайно жаркой комнате, запеленавшей во фланель и вложив в колыбель, обитую мехом черно-бурой лисицы. Его покрывали стеганом на вате атласным одеялом и сверх этого клали еще другое бархатное, розового цвета, подбитое мехом черно-бурой лисицы. Я сама много раз после этого видела его уложенного таким образом, что пот лил у него с лица и со всего тела, и это привело к тому, что когда он подрос, то от малейшего ветерка, который его касался, он простужался и хворал. Кроме того, вокруг него было множество старых мамушек, которые бестолковым уходом вовсе лишенным здравого смысла приносили ему несравненно больше телесных и нравственных страданий, нежели пользы. В самый день Кристины императрица после обряда пришла в мою комнату и принесла мне на золотом блюде указ своему кабинету выдать мне сто тысяч рублей. К этому она прибавила небольшой ларчик, который я открыла только тогда, когда она ушла. Эти деньги пришлись мне очень кстати, потому что у меня не было ни гроша, и я была вся в долгу. Ларчик же, когда я его открыла, не произвел на меня большого впечатления. Там было очень бедное маленькое жерелье с серьгами и двумя жалкими перстнями, которые мне совестно было бы подарить моим камерфрау. Во всем этом ларчике не было ни одного камня, который стоил бы сто рублей. Ни работы, невкусом эти вещи тоже не облистали. Наконец, выбрали семнадцатый день после моих родов, чтобы объявить мне сразу две очень неприятные новости. Первое, что Сергей Салтыков был назначен отвезти известие о рождении моего сына в Швецию. Второе, что свадьба княжны Гагариной назначено на следующей неделе, это значило попросту сказать, что я буду немедленно разлучена с двумя лицами, которых я любила больше всех из тех, кто меня окружал. Я зарылась больше, чем когда-либо в свою постель, где я только и делала, что горевала. Чтобы не вставать с постели, я отговорилась усилением боли в ноге, мешавшей мне вставать. Но на самом деле я не могла и не хотела никого видеть, потому что была в горе. И так я находилась всю зиму в этой несчастной комнатке, в которой было два окна и один простенок, что, в общем, могло составлять пространство от семи до восьми оршин в длину и оршина четыре в ширину между тремя дверьми. Так начался 1755 год. С Рождества до поста были только празднества при дворе в городе. Это было все еще по случаю рождения моего сына. Все на перерыв друг перед другом спешили задавать возможно лучшие пиршества, балы, маскерады, иллюминации, ферверки. Я ни на одном не присутствовала под предлогом болезни. К концу масляной Сергей Салтыков вернулся из Швеции. Во время его отсутствия великий великий канцлер граф Бестужев все известия, какие он получал от него, и депешик графа Панина, в то время русского посланника в Швеции, посылал мне через Владиславову, который передавал их ее зять, старший чиновник при великом канцлере. А я их отсылала тем же путем. Таким же образом я узнала еще, что как только Сергей Салтыков вернется, решено послать его жить в Гамбург в качестве русского посланника на место князя Александра Голицына, которого назначили в армию. Это новое распоряжение не уменьшило моего горя. Когда Сергей Салтыков вернулся, он послал сказать мне через Льва Нарышкина, чтобы я указала ему, если могу, средство меня видеть. Я ждала его до трех часов утра, но он совсем не пришел. Правду сказать, я этим была очень оскорблена. Я написала ему письмо, в котором Горько жаловалась на его поступок. Он мне ответил и пришел ко мне. Ему нетрудно было меня успокоить, потому что я была к этому расположена. Он меня убедил показаться в обществе. Я последовала его совету и появилась 10 февраля в день рождения великого князя и накануне поста. Я заказала себе для этого дня великолепное платье из голубого бархата вышитое золотом. Так как в своем одиночестве я много и много размышляла, то я решила дать почувствовать тем, которые мне причинили столько различных огорчений, что от меня зависело, чтобы меня не оскорбляли безнаказанно, и что дурными поступками не приобретешь ни моей привязанности, ни моего одобрения. Приблизительно в это время я узнала, что поведение Сергея Салтыкова было очень скромно и в Швеции, и в Дрездене. И в той, и в другой стране он, кроме того, ухаживал за всеми женщинами, которых встречал. Сначала я не хотела ничему верить, но под конец я слышала, как об этом со всех сторон говорили, так что даже друзьям его не удалось его оправдать. В это время Лев Нарышкин заболел горячкой, в продолжении которой он писал мне письма. Я очень хорошо видела, что письма эти были не его собственного сочнения. Я ему отвечала. Он просил у меня в этих письмах то варенье, то других подобных пустяков, а потом благодарил меня за них. Эти письма были отлично написаны и очень веселые. Он говорил, что пользуется рукой своего секретаря. Наконец я узнала, что этим секретарем был граф Понятовский, который не выходил от него и втерся в дом Нарышкиных. Из летнего дворца с наступлением зимы нас перевели в новый зимний дворец, который императрица велела выстроить из дерева. Четыре больших прихожих и две комнаты с кабинетом были приготовлены для меня и столько же для великого князя. Мои покои были достаточно хорошо распределены, так что мне не приходилось страдать от близости комнат великого князя. Императрица Елисавета уже с этого времени начала часто хворать. Вы слушали вторую передачу по запискам Екатерины Второй из цикла «Преданье старины глубокой». Читала Елена Королёва. Дорогие друзья, нам было бы интересно узнать ваше мнение о передачах этого цикла. Напишите нам об этом. Наш адрес 113 326 Москва радио главная редакция литературно-драматического радиовещания. Продолжение следует...